Царю небесную, утешителю души и стены, И везде лесы, и вся исполняя Соколы и щелоги, и в жизни подателю Приедет все леса, и очистенет всякие скверны И спаси блажен души нашу Отец наш, небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, Молим Тебя, благослови наше собрание, занятие с чадами По Слову Твоему Святому, помоги нам, Господи, разуметь Не тайные эти, а явные слова спасения нашего Помоги, Господи, чтобы мы всегда понимали их простоту Их спасительное деяние для нашей жизни, для наших душ Дарь нам каждому чувствовать душу свою И никогда не оставлять ее без пропитания Слова Твоего Святаго Ибо Ты сказал, что ни хлебами не дам жив человек Но всяким словом, исходящим из уст Твоих Слава Тебе за все, Отец и мой Святой Дух Аминь Итак, много чудес случилось с Израилем И в очередной раз Израиль потерпевает потерю Но через потери человек должен, ну народ, народ будем говорить Через потерю вождя, народ должен крепчать только Но вот всегда вот говорят, вот сейчас Игнатих ночью идет и вот вырастет, рассыпетесь От общины ничего у вас не останется и так далее Это люди говорят, потому что не знают силы Божьей Вот уходит Иисус Новин от Израиля в места благие, в места праведников и святых Царство, уготованное тем, которые трудились для Господа Так написано в 23 главе книги Иисуса Новина Что спустя много времени Окна помутнели, стекла не смотрят И жернала не мелят Зубки полетели Вот я вхожу в преклонные лета Пошел к зубному, говорю, зуб передний такой печный, как будто шатается На рентген отправили, рентген сделали Зуб не достает до челюсти Я говорю, а как это так? А, говорит, и вот эти остальные зубья мои вытеснили И один зуб чуть вылез и шатается полностью А эти его держатся в двух сторон только Отчего, говорю? Она говорит, все, изменения уже идут у вас А до этого, за 6 лет, когда я заметил, что у меня левый глаз начало зрение падать Мне не по себе было Не могу уже читать при таком свете, как раньше Раньше читал вообще в темноте в полном Там какая-то маленькая лампочка говорит А всегда говорили врачи, не читайте при таком свете А я все время читал, все читал Там еще Евангелие от Гедеонов От Гедеонов там, ну мелкое Вот это и читаю, читаю, читаю А потом начал читать просто, ну свет обыкновенный Я смотрю, у меня вот как расплывается Что такое, я уже на эту лампочку сетывать начал И только, наверное, через несколько месяцев я догадался, что у меня зрение Вот так Господь все делает, преклонная лета наша И ничего не сделаешь, окажется, что ты вечный Нет, братья мои, молодые, сестры, младшие, ничего вечного нет Поэтому спешите, пока вы еще молодые Принести Господу Прекрасное благоухание свое Покажите Ему, что вы пахнете на жизнь для Царства Небесного, а не на смерть Не дай вам Господь ощутить этот бренный, бренный запах Или греха Для этого вы всегда должны прибегать к Слову Божьему Смотрите на то, как грешники люто наказываются Господом Какие они претерпевают страдания, особенно душевные И вот написано, скрежет зубовный будет Это вот те самые вздохи, увы мне, грешников, которые в аду слышатся А почему? Были совсем рядом и прошли мимо Я вот чем чаще в этот мир погружаешься, даже случайно Тем больше я просто удивляюсь, как Господь сделал такой маленький оазис веры у нас здесь Как вы отличаетесь от других? Вы сами не представляете И вон Ваня немножко окунулся, начал рассказывать И говорит про своих ребят Какие они мирские! А в школе не замечалось, да? В школе как-то все уже рядом Они такие же были Помнишь того друга, которого ты назвал другом Который снял ботинки там с пьяного, который валялся? И Ваня такой А у меня вот там есть один товарищ, друг Он вот в хороших таких, говорит, кроссовках Я его спрашиваю, откуда кроссовки? Да там пьяный валялся, я подошел у него, снял Я говорю, Иван, у тебя такие друзья Он, ну это не то, что друг Это как бы товарищ, ну как бы знакомый Раз уже правильно делает Не надо таких знакомых иметь А вы, это он просто такой прямодушный парнишка Это нехитрый чувствуется, бесхитростный Он в тюрьме обязательно будет сидеть, этот парень А есть хитрые, которые в тюрьму не сядут И вас будут постоянно обманывать И у вас в душе непонятно будет, какой, что творится Кошки, как говорится, будут скрепстеть А в этот момент вам надо будет оставаться спокойными Никаких революций Да, обманывай тебя, все Скажешь, я сам виноват, я сам пригрел эту змею на груди А что нужно было делать? Молиться Господу и просить у него знамений Друг это или враг Даже такие друзья могут быть, которые верующие много лет И ты не поймешь, что творится, как вот у нас сейчас Понятно, что творится Верующие люди у нас здесь, семья целая И здесь они находятся И все равно не появляются И разговоры были по телефону уже, казалось И не в Московской Патриархии А почему-то не нравятся братья Я уже сам, уже в преклонных летах И не понимаю этого А вот что говорить о молодежи И вот тут помогает Слово Божие И мы читаем, и определяемся Кто нам друг, а кто враг Вот Игнатиныч любит повторять Когда я уйду, тогда вы узнаете, кто был вам другом Кто говорит Слово Разума и здравого смысла По Слову Божьему Тот и друг нам А кто обманывает, пытается слукавить Перетянуть, как говорится, все на себя Тут все и выявляется И не все, говорит, были наши Говорит апостол Павел Были наши, но выяснилось, что не все наши А ты куда пошла? А, вот кого ты любишь Агния Агния, молодец Агния в тот раз, извините Это, прирусь Попросил ребят нарисовать Что-нибудь такое, ну, водное там О кораблях Пока, ну, занятия шли И они там начали рисовать И Нестор нарисовал очень красивый корабль Со всеми там, ну, красиво нарисовал, все И я говорю, подари мне этот рисунок Он мне его подписал, подарил И смотрю, Агния подходит ко мне, тоже дает Вот я тоже дарю Тоже подписанный, все, какое число, даже час Я взял, посмотрел Они идентичные, немножко А потом дома-то взял и сравнил Говорю, ты что, плагиат? Она говорит, ну да, у него перерисовал корабль Я думаю, ну ладно, молодец Смотрю, там она кое-какие дополнения сделала А потом смотрю, думаю, что это такое А она, видать, чтобы немножко не так это было Паруса, ну они же как, вот корабль плывет И паруса надуваются в эту сторону А у нее паруса надуваются в другую сторону Надо же что-то сделать, чтобы было по-другому Я так посмеялся от души, думаю Вот детский разум Детский разум какой-то непосредственный Ну охота же свое, чтобы было Ну там еще какие-то такие Ладно, не будем посмотреть Но очень это мило Вы в следующий раз, ну уж если решили что-то рисовать Ну рисуйте уж свое Да и что, тогда подводную лодку, что ли У тебя, кстати, получится У тебя воображение очень сильное Не думай, что у него одного Там я еще кое-что подметил у тебя Там про пловца, там про украшения Молодец Так что трудитесь Воображение очень важная вещь Потому что без воображения Царство Небесное достигнуть невозможно Вам никто никакой фильм не снимет Про Царство Небесное Все будет в вашей душе Воображение к вере у нас должно быть сильное Вера, она же дается нам По нашей непосредственности Непосредственному отношению К тому материалу, который нам предоставляет Господь Вот Библия И никто ничего другого для вас не откроет Если будут открывать и говорить Там послание от Иуды Там послание там Ну там еще апокрифических много всяких Ну и не верьте, не ужасайтесь Что о, что-то пропустили Вот есть основное Слово Божие, 77 книг И обращайтесь к нему И вот поглядите, как об этом говорит Иисус нам Когда обращается к Иудеям И собрал Иисус все колена Израиля в Сихеме И призвал старейшин и начальников И сказал Иисус всему народу Так говорит Господь Бог Израилев За рекою жили отцы ваши Издревле Фара, отец Авраамы Отец Нахора И служили иным богам Но я взял отца вашего Авраама Из-за реки И водил его по всей земле Хананской И размножил всем И дал ему Исаака И весь, полностью всю историю Начинает рассказывать Для чего же он это Еврейского народа Для чего же он рассказывает Рассказывает он и о египтянах Как они возопили к Господу И положил он облако и тьму Между вами и египтянами И навел на них море Которое их и покрыло И потом много времени Пробыли в пустыне вы Привел к земле амореев Жившие за Иорданом Они сразились с вами Но я предал их ваши руки И истребил их перед вами И восстал Валаак Сын Сифора, царь Моавицкий Его победили И Валаам Пророк Хотел Чтобы избавились эти народы от вас И Господь не дал этого сделать Вы перешли Иордан И пришли к Иерихону И стали воевать И взяли Иерихон Послал Пред вами шершней Которые прогнали их от вас Двух царей аморейских Не мечом твоим И не луком твоим Сделано это И дал я вам землю Над которой вы не трудились И города которых вы не строили И вы живете в них Из виноградных и москвичных садов Которых вы не насаждали Вы едите плоды Все вот это вот Господь Говорит и вам тоже Ничего и нам Нам, нам, нам всем И вам Ничего не делали вы этого И вы всем этим пользуетесь Он не говорит Не для того чтобы их укорить А для того чтобы они это помнили Вот видите как продолжает Итак И так Продолжение какое Бойтесь Господа И служите Ему В чистоте и искренности Отвергните богов Которым служили отцы ваши За рекой И в Египте И служите Господу Для этого чтобы Отвергнуть богов Которым поклонялись отцы Должны были Отцы рассказать О поклонении идолам Вот сейчас начнем Рассказывать Кому мы поклонялись А идолов там Идолам мы не поклонялись Вот я допустим Идолам не поклонялся Ну Если назвать Ленина Идолам То да Мы поклонялись Нас заставляли поклоняться Допустим В детском саду Пока не выучишь Стишок про Ленина Тебе котлету не дадут И сидишь за столом Ждешь И учишь Камень на камень Кирпич на кирпич Умер на шлянин Владимир Ильич А маленький такой Еще Ну вот Карапет Таких даже нет А вот Вот такие вот Да Как она Как Варвара Мужчинка старше В чем тут кирпич Ну как Мазолей же из кирпича Поэтому тут все Складно Но это и большие Учились стихотворения Стреляют на ходу Там Так Вот висит Плакат Долой господ Помещиков Долой Ну Что ты Улавливаешь С того времени И все это учили Все заставляли Нас идолам Этим Идолам поклоняться А вы сейчас Я вас сейчас спрошу Кто такой Ленин Вы понятия не имеете Кто это такой Ну так что то скажете Там Был там такой Руководитель Или там сказать Московского ЦУМа Начальник Что-нибудь такое Ну дети придумывают На ходу А что кто-то знает Кто такой Ленин Ты знаешь Кто такой Ленин И кто Глава международного пролетариата Глава международного пролетариата Ну ты даешь Молодец А еще Это он сам себя так назвал А еще Кто знает Ленина Плохой? А чем он плохой? Плохой Потому что он Не любит Христа Ну если так Если бы человек мог быть демоном То это первый Такое сотворить с нашей страной Просто невероятно Вот все что сейчас у нас происходит в стране Строительство капитализма Все это давным-давно построилось Еще сто лет назад Без него Без его участия Этого Ленина Ленин Это тот вот самый молох Который пожирает детей Он пожрал детей Пожал разум Младенческий Нашего народа И не только нашего И другого Правильно он сказал Международный пролетариат Тоже туда попал Этот международный пролетариат Кормили по всей земле Кто? Русский народ кормил Вот сейчас Почему дороги только сейчас делаются? Денег не могли накопить Все туда На Кубу В Эфиопию Вы знаете Хоть одно имя Эфиопское Или Кубинское Никого не знаем А деньги туда отправляли Вот так вот Поэтому Идолов надо знать в лицо Если они есть А если есть идолы грехи Надо знать эти грехи Которые не делать С вами Об этом мы и говорим Здесь Слово Божие нам и говорит Какие грехи Первый грех Почему Так сразу все Вот говорит Смотрите как он говорит Итак Бойтесь Господа Служите Ему в чистоте И искренности Отвергните богов Которым Служили отцы ваши За рекой в Египте А кто-то скажет Да мы что Мы эти боги Они нам там По боку Мы никогда Не будем им служить Да служили и будут служить И вы будете им служить Если не будете В чистоте и искренности Относиться К словам Господним Все погрязнете В этих идолах В этих грехах Потому что Очень много Рычагов у сатаны Воздействовать на нас И погубить наши души Вам Сестры Нельзя быть стервами Нужно правильно Любить мужей Любить детей Правильно воспитывать А не так долго Вам осталось Тут уже некоторым До воспитания Своих детей Не как говорится Не успеешь оглянуться Как зима Катит в глаза И все И вот оно уж Маленький лежит Его надо воспитывать Ладно там пока Еще маленький Молочко пьет Так уже Он будет кричать Что ты будешь с ним делать Как воспитывать Есть Слово Божие Есть псалмы Успокаивать надо Себя псалмами И назидать И Слово Божие читать Вот ваши родители Они Прежде чем вас родить Уже знали Слово Божие Читали его И верили Господу Богу И не служили Идолам И так у них Была мечта Такая Что вот Когда вырастут У них Чада То они будут Верующими Вот мамочка У нас одна Зашла Верующие И так охота Чтобы все Три доченьки В ней Были настоящими Верующими Чтобы они В общине Были Такими Весомыми Членами Общины Православной Христианской И непростой Библейской Что знали И Библию И сами Воспитывались По Слову Божьему И своих Час бы так Воспитывали И тех Кто рядом Воспитывали Вот Даже Если мы можем Спросить То Родители Ваши Уже До того Как они стали Родители Вашими Они уже Проповедовали Другим людям И говорили О Христе Что они Его любят И эти люди Которые Их окружают Знали Что они Верующие Спросим Говорят Знали Вокруг тебя Что Ты верующая Мама Надя Еще бы Конечно Знали Что Верующие Представляете Сколько Вам нужно Трудов Чтобы показать Что вы Верующие Для этого По минимуму Надо Знать Самой Каждому Каждой Душе Вашей Что вы Верующие И никогда Не отрицать Господа Спрашивают Тараса Знаешь Что ты Верующий Нет Не знают Такой Простой Не Не знают Ну Понятно Что он Еще О вере Мало Задумывается А ведь Вера Это Она Не скрывается И нельзя Под спудом Спрятать Почему Знают Теперь Теперь Знают Уже Что Ты кому То Православное Внушение Сделал А Брат Ты мой Ну Расскажи Что Как Знают Что Случилось Все нормально Все нормально Ты о Боге рассказал Чуть 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 Только И что удивились Глаза какие стали У них Как у того кота В мультике Эльвия Знаешь В музыкальной школе Что ты ведущая Наверное Наверное А ты вот так Прям В платке Играешь Нет Ни разу Так не приходила Ну Когда маленькая Была Приходила В платке А сейчас нет А вот так Сесть за пьянино Слабо Если Сесть за пьянино Мне не слабо А вот так Как сейчас Находишься Вот Красота Просто Ничего не могу сказать Вот так вот Тебя будут Все фотографы Снимать Это такое Отличие Причем Ну Это же не Безобразие Ничего А ведь так Предки и ходили Куда деваться Мы же вот С бородами Ходим Вот к нам Приходит Владимир Вчера он был Ну Который учится На хирургах Он не на хирургах Он на терапевтах Что ли И Я его спрашиваю Ты Ну столько к нам Ходишь Уже Третий год А бороды Почему нет А зачем она Зачем Человек Третий год И не понимает Зачем борода Я бы не хотел Что такое Ответ Получить От ваших ЧАД Которые уже Некоторые По 16-17 лет С нами вместе И чтобы А зачем мне это Зачем Да незачем Это же Наше достояние Христиан Мы с вами Братья и сестры Вы в любой момент Как говорится Я чай пью Заходи ко мне Чай пью Как Чапаев Завел Помни Нет Я отдыхаю Завели ко мне Отдыхать Чапаев Чапаев Это герой Гражданской войны Со стороны Красных Душ И казак Который Очень много Зла Наделал И душе Своей И людям Да Ну у нас Есть некоторые Примеры Которыми Можно пользоваться Ну тогда Полноценно Можно и не Поговорить Надо Учиться Много Учиться И читать Обязательно Достоевского Прочитать Нужно Лескова Никто не читал Из вас Нет Ты читал Лескова Какой рассказ Да у нас там Много читали Много? Ну как Очарованный странник Замечленный ангел На дальнем Дальнем севере Неплохо Неплохой подбор Неплохой подбор Хрося тоже читала Ты тоже Хрося читала У вас что С сестрами Это Яната Хрося там Да Ну ясно На хозяйстве Так что Сейчас еще Прочтем У нас время есть Итак Бойтесь Бога Если же Не угодно Вам служить Господу Да Ну все Благословим Господь С Богом на молитву Помоги Христос Я Как следует Настраивайте Голоса лучше С Богом Исполняющее Благие желания Твое Родная лица Корня юность Твоя Твое Милостыне Господь И судьбу Всем обидимым Сказал Пути Своя Мои силы Сыновом Израил Хотенья Своя Четвер Милостыне Господь Долго Терпелив И Много Милосты Не до конца Прогневается Нежели Прождует Непо Беззакониям Нашим Сотворилось Нам Нежели По грехам Нашим Оздались Нам Я